Всем доброе утро. Всем привет. Мы проснулись. Что ты делаешь? На влажное лицо. Я же не умываюсь никогда в жизни. Ничего страшного, сегодня я наконец-то эту мою. Это очищающее масло. Ну сколько лет? Фу, она как снимается? Плёнкой? Нет, это не плёнка. Это потом мыть надо. Да. Надо лицо мыть. Вот иногда. Вода тёплая есть? Да. Фу, какая гладость. А, мама? Карина, держи его. Так, стой. Стой, стой. Блин, капец, Карина. Ой, фу. Терпи. Фу, блин, как это гадко. Да не гадко, это глина. Фу, как это гадко. Только на шее не надо. На шее не буду. Только там на шее я вторую подберу. Надо всё хорошенько размазать. Она смотрится легко. Фу, какая это гадость. Как это гидко. Фу. Да хватит тебе. Надо носу, чтобы нос был чистый у тебя. Вот тут смотри. Вот так. Ты будешь потом чистый. Ай, блин, фу. Фу. Карина. Посмотри на эту штуку. Фу, какая гадость, Карина. Хочу писать. Ужасно. Ты хочешь писать? Фу, какая гадость. Фу. А тут. Фу. Как оно неприятно, когда на лицо что-то такое. А ты прям рукой меня отталкиваешь. Я тебе плохо не сделаю. Все, да. Вот одного бы попала немножко. Ну, это не важно. Ходи, пока она не застынет, как у меня. Желательно не улыбаться. И поменьше разваривать. Приходите. Кого еще намазать? Я намажу. Как называется маска? Фриман. Фриман? Это, между прочим, очень крутая маска. А ты ковырдаешься. Это реклама была от Дианы. Какая реклама? Я бы давай это показывала. Мне заплатила эта маска 200 долларов. Но все. Помоги про рекламирование. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Деньги было пополам. Что-то реклама не удалась. Фу, какая грытка не хотела. Это ужасно. Какая-то гадость. Плохая реклама с тобой. Ха-ха-ха. Какая-то гадость. Фу. Сейчас ты поймешь. Как остынь ты сможешь. Тебе понравится. Даже крем, мне кажется, эта гадка на лету может. Надо на лесу шатомат. Я буду купаться. Всем пока. Мяу. 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 Открой туалет. Диада. Я в туалете. Карина уже течет сзади. Я в туалете. Карина течет сзади. Давай. Ха-ха-ха. Сзади уже ляп-ляп. Знаешь, что так? Какой-то... А, это же я научил, да? Крова. Ха-ха. Хоть что-то. Просто малыш. Фу. Какая гадость на лице. Терпи. Хрюкает такой. Мяу. 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 Тик-тик. Мяу. 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 Вот вchmalз, не гладь. Минжфор не гладь. Ох. Вполно ты там в диване сегодня. Диана мне постелила такую... Простыню... Ужасную. Просто. Наждачная бумага. Такая... Вот я только у вас это я видел. Вот я только у Иры был... Вот вот у Иры! Я ее ненавижу. Я ту простынь просто ненавижу. Аяну. Но такое же колючее, не махровое, а такое, знаете, когда полотенце уже такое, как царапается. Не мягкое, а ворсинистое, а такое непонятно. Короче, вы поняли. Диана, расскажи, что у вас мусорные ведра на столах. Что мы уже рассказывали? Люди интересуются. У нас очень чистые ведра, но она используется исключительно для того, чтобы... Вот мы готовим, и что-то туда вбрасывало. Например, чайники, или там курочки от какого-то овоща. А если мусорка сильно грязная или вонючая, мы его в стол не ставим. Но они у нас всегда чистые помыли. Мы ведро моем, как с чистящим, смоешь ее каждый раз. Как посуду, да? Да, у нас ведро, как посуда, у нас он не воняет. Ну, я говорю, люди пишут, говорят, что ой, как это можно? Ну, это же не у всех же ведра грязная. У кого-то есть просто ведра, которые на грязные, сильно там были запущенные. У нас не так, нас мама приучила, и у мамы так и у нас. Да, поэтому не удивляйтесь, что мусорное ведро стоит. А может, это не наше видео как-то было про мусорное ведро на канале? Все хорошо, только мусорное ведро. Знаешь, в квартире все стерильно, а тут раз мусорное ведро. Вот это там у свиньям, знаешь, свиньи там под столом. А вам правильно говорится, но маму в квартире ведро можно вообще... Можно воду пить, да? Да, уже очень. Блин, рыбка прикольная, она ходит за мной, туда-сюда я ехал. Смотрите, она ко мне привыкла уже. Куда я? Вот, смотрите, она за мной. Вот она за пальчиками. А вы ее кормили сегодня эту рыбку? Рыбку, должна была Карина кормить. Если не кормила, то уже темно. Карина, ты кормила рыбку? На туалете. Карина, ты рыбку кормила? Нет. То она за мной и ходит. Пусть Самвел покормит. Самвел покормит. А где вы ее кормите? В бузырку кидаешь. А что, ты по шручкам кидаешь? Да, да, нифига себе, у нее бузыри выходят изо рта. Вот такая офигевшая. Ага, у вас эти капсулы такие, да? На у них ловит. Вот таблеточки. Ты тоже маски делаешь, Карина? Нет. Не делаешь? Очень редко. Да? Она просто не успевает. Пошли смывать. А ты что, зубы не чистишь? Нет. Карина такая, ну, не чище, а зачем? Ну, как это? Ну, у меня нет запаха, ничего не было. Как нюанс, вся квартира проводяла. Вся квартира, как нюанс, вся квартира проводяла. Никогда не болят вот так у меня, ничего, никаких ранок не было. Конечно, не визер, что у них стресс не было. Ну, только полоскай вот этим там раз дня три глистером. Пошли тебя смывать. Уже смывать? Так оно же не застыло. Не застыла еще? Ой, блин, не трогай, давай я смываю. Нет, ты проиг, пальцами, если у нас сухая. Так, какая разница, давай смывать ее лучше. Теплая, да? Да. Давай я подержу, ты пошумевать. Давай. Давай. По телефону. Моё утро. Почему ты это сделал? Да, хорошо, смывай, а потом я тебя кремом намажу. Я смыл немного. Надо? Не, не надо. Косметические процедуры. Родин сейчас вам расскажет. Почему моешься, блин, тут тебя не заставишь? Как это ужасно. Ты смотрел мультик про Майдадыров? Так это про тебя. Нет. Это никто умываться не хотел. Хочешь умываться, если хочешь в душ каждое утро ведь. И что? Это тон, да? Тщательно мыть. Ну так в душ и мой, что ли? Мылом, да? Ну, сейчас будем мылом. Теперь ты будешь самый красивый блогер. Хорошо смывать. Ну, это ещё хорошо смывается. Я маме когда-то маску делал какую-то, так я еле отмыл её. И тряпкой уже мама тёрла. Я такие гадкие не делал. Я один раз сделала плёнку, и я себе брови повыдирала нафиг. И кожа сняла. Да, я больше этого не делала. Такую я люблю, она легко смывает. Всё, теперь ты чистый. Где твое полотенце? У меня оно было в этой квартире. Ты же ведь из этого на полотенце? Не. На мою. Спасибо. Там мы должны... А, ты же вчера не купался вот мыть тормозами, да. Ну не специально. Я у Юры покупался, да, то подумает, что вообще не купал. На, чуть-чуть на маску. Не, не надо, не надо. Маска сушит лицо. Не, 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 зачем? Не, нормально. Ну как, ты ты красивый? Ну я ж не знаю. Да, смотри какой свежий. Отдохнувший. Локти болят. У меня капитально стали болеть локти. Я не знаю, что с этим делать. А советуйте, что они будут? Вот с утра сегодня проснулся просто. И этот локоть как будто внутри что-то. Как будто там внутри вот что-то. Вот так вот разъянаешь, вот болит. Так вот сейчас не очень. А с утра вообще сильно болят. Слышал, что эти не суставы... У тебя почитал сухожилия, что могут оспаляться. Это какой-то синдром теннисиста или кого-то, что... Ну если ты часто вот... Не знаю, что... Ну кто же не теннисист. Я же ничего, штанги не тягаю, ничего там. Может, ты же реально телефон постоянно так вот держишь? Может быть, я рукой не держу так. А, тогда может быть, я не знаю. Или может быть... Ну что за бред? Ну не можешь взять телефона такой... Ну что это за прикол? Люди работают и шпаклевал раньше. Так вот потолок шпателем. Скоблишь, скоблишь вот так вот. Вот тут рука в локте болела сильно в кости. Вот здесь внутри прямо, знаешь. Потому что ты вот так постоянно стоишь, дерешь. У тебя вот это вот место, кто так делает, тот знает, что вот это место. Ты знаешь, может, ну тогда у тебя случилась проблема, а сейчас она только вылезла с годами. Такое может быть. Ну, не знаю. У тебя почитал в ютубе, там мужик-врач рассказал, что это сухожилие воспаляется. Что это, в принципе, одно из двух там каких-то... А второе там что-то не помню, что 80% вот это просто воспаляется сухожилием. Ну, там не сказал мужик, что делать надо? Не, не сказал. Вот сейчас зрители дальше. Сейчас зрители скажут. Топало, поплайте руки, отрубайте. Не, держи. Теперь ты смывай, давай. Это что, купаться буду? А что ты в трусах ходишь? Это не трусы, это шорты. Трусы. Это шорты. Мало того, что помойное ведро на столе стоит. Что у мамы, что у вас. Так что и в трусах ходишь. Все. А что ты так закрой раковину, набери воды и туда так пополоскай. Так сама, да? Я поубирала, все чисто стало. Ну, видишь? Молодец. Это на свадьбе у Иры, у Карины. Ой, а в шкафу бардак який, боже. Вот что ты задалазишь? А тут... Красиво только снаружи. Тут открыло. Красиво только снаружи. Мама уберет. Чего? Да, потому что наберируешь этот бардак. Дивись, Ира, дивись, что в дочке твоей творится. Засралый квартиру. Ой, так хорошо у вас чисто. Кто вам убирает? У вас есть женщина, кого мы убираем? Нет. Мы есть и женщины. Мы есть и женщины. Вот та женщина, что мы ей посуду. Зрительница есть. Я видела. И на диване он мой, он удобный. Это новый диван, да? Такой стеренький. Он очень удобный. Стоит он темпики. Да? Да. Ну, недорого. А где покупали? Мебель 1, наверное, это мебель 1. Ну, тут держим. Это я поклала. Олее, да? Да, надо когда будет подать, ты умнее. Хороший диванчик. Да? А гости. Зеленая, там зеленая глаза. У меня зеленая, да. Круто. Сейчас до Иры пойдем, да? Ну, ты пойдешь с малым, наверное. Сам? С малым, сам? Да. А если мне на коляску заберет? Ну, ты у тебя коляску заберет. Не знаю. Кому ты надо. Да прикинь, здесь что-то страшно. Да они заберут, не перенимают. Крыть данный. Подожди, а как я коляской буду там ходить? Может, тебе поможем ее спустить? Если просто пройдешь, а там дверь... Это может, на руках понесут, да, ребенка? Ну, с коляской пойдешь. А, на руках. На руках, да, Карина? А я думала, что там... А если споткнусь? А что ты споткнешься? Ты как я, когда первый раз... Знаешь, это ты упадешь и убьешь меня. А потом что я буду делать? Не знаю. Не знаю. Я бы пошел. Ну, что буду делать тебе другого, Карина? Что-что? Причем быстро. Так. Пока Женя сработает, придешь, чтобы ребенок был, да? Да, хочешь. Питый в красный потом надо. Карина, у тебя были сомнения, что вдруг ребенка поменяли? Нет, у тебя сомнение. Да? Ну, конечно. Это не мой ребенок. Вот такая фотка, она, короче, моя купит. Ты в Инстаграм инстаграми всталиваешь? Да, в Инстаграм, да. А как Инстаграм называется? Мисс Вонг. Ты меня подписал. Мисс Вонг? Да. Я не понимаю, как там пользоваться толком. А еще, если бы заливал фотки, что прям интересны мои фотки? Ну, конечно, интересно. Тебя смотрят на Ютубе. Да, мы все на Ютубе снизу выводят. Они все на тебя подписывали. Ну, не все, конечно, есть Инстаграм, но сейчас на многих Инстаграм. Даже у тех, кто там фотки не выкладывает. Они просто там сидят, что-то с диндерами, ну и там. На меня вчера ты какого-то подписывали всякие, потому что я с тобой фотки выложила. Да? Ну, да. Она наладовая тебе посмешивала. А ты у нас будешь хэштеги ставить, типа, Савелия Ач? Да. Я же еще написала сам Мэл Адамян, потом нажала на этот хэштег, там и он фотографится будет. Да. Выставляешь. Причем, если ты выставишь свою фотку, наберешь куча человека, который наберешь, ты будешь в топе по хэштегу Савелия Ач, ты будешь самым первым отвечиваться. И кто захочет, тебя найдет и будет на тебя подписываться, подписываться. Как интересно смотреть чью-то фотографию. Мне интересно смотреть видео. Интересно, что ты даже... А именно тебе смотреть на фотографии тех, кого смотрят на видео, понимаешь? Потому что ты же фотографию укладываешь в другие, не видео, а что-то вся другое. О, Господи. Вот я тебе говорю, а ты подумаешь. Там... Я не умею это все. Что умеет? Вот чик селфи сделал, выложил. Все. Или там что-то сфоткал дома, там, какую-то посылку. Вот, типа, завтра обзор посылки. Или сегодня... Сегодня снимаю крутой обзор, ждете там. Все там... Да, да. Это ты молодежный рассказываешь. Ждете там, да. А ты что, не понимаешь? Я сегодня снимаю крутой обзор, ждете там, да. Детки мои, ждите меня, папку. Ты шо? Черт, я шо, я так не умею. Мне это как не я. Это, знаешь, на молодежь рассчитывала. Это неправда. Есть блогеры постарше, по-моему. Ну, есть постарше, но такое, ну, ждете, это как на детей. Какие-то люди заняты своими делами. Ну, выложил видео, есть время, посмотрели. Нет времени. А, заморачиваешься. Ну, что заморачиваешься. Идешься из-за этого и все. Ну, как-то я так не знаю. Я как молодежная. Ждете, ребятки, там, я тут. Ну, как-то это на пятилетних девочек. Ну, ждете, например, надо, и так тебе образно сказать. Ну, прям так писать. Ждете, все, крутой обзор. Такой, вроде прикола такой. Ну, и вроде прикола, можно ничего прикалывать. Не ждете видео? А там, пошел ты. Срались твои видео. Срались твои видео. Замахал уже весь с ютубцами видео. Еще и устаравливались. Закрывай ютуб и инстаграм вместе. Ничего мы не ждем. Только голову нам морочишь. Красивые обойки тут не нравятся. Мне тоже нравится. Ну, тут еле вкус такой, да? Как-то она умеет вот это создать в интерьер. Ну, да. Шкаф красивый тут с таким стеклом. Оно как сверху сделанное стекло. Это матовое стекло, вот это, блин, нереально стекло. Его, когда начинаешь мыть, или где-то его заляпываешь, это жесть какая-то. Да? Ну, невозможно мыть нормально. Ну, можно тереть на 30 часа. Ну, средства надо специально. Да, оно меня раздражает. Мама как-то там водой делает. Мама все может быстро делать. А меня выдержает слишком. Именно он красивый. Мы вытираем. Как оно так вытирается? Вытираете люстры? Моете сверху, или уже все? Вы нет. Вы нет. А мама делала, наверное? Мама, да. Ну, не всегда тоже, но... Да. Ладоцюги. Вы у меня пошли правильно. Нечего эту пыляку вытирать каждый день. Пыль для того и должна. Что пыль тогда делать, если ее будут вытирать? Так. Леха, это сколько на работе? До четырех. Ммм. Друг сестричке принес голову в мордыку. Такая, ну-ка-ка-ка-ка. Я его несу, они такие мух-мух-мух-мух-мух-мух-мух. Ну, мордыка называем. И Руська бреной делает. Да, я уберу ведро, по-моему, и стерят. Не одел, потому что мне так удобно. А чего так все пишут? Все хорошо? Ведро мою через день, чистящее. Мне так удобно. Ну, понятно. Я думаю, что у тебя ведро стерильное. Ну, оно мне тут не стоит. Ну, всегда же снимают, что, когда в гости приходят, а когда в гости, это стоп. Ну, да. Получается, всегда готовлю, и оно мне так удобно. А они говорят, я сидела, я сидела, меня снила. А что у меня есть молоко, думаешь, если не жарю, нам веки-то берегу. Знаешь, когда-ка... Сейчас, зачем она сидела? Ну, что это, ну, что... Сейчас будем обедать. Я сразу ведро убрала. Чтобы люди инфаркты не было. Не, ну, ведро чистое, я знаю, что... Знаешь, вот, когда грязное ведро, так, конечно. Да, люди разные. Для меня это нормально. Ну, да, ничего такого, если чистое ведро... А как же, что ж его туда, и вот это... Ну, постоянно... Смотри, какие-то шкурки... Вот так. Ну, да, шкурки будешь нести, оно ляпает, что-то туда кидать, если ты чистила, что-то мыло, да, так оно стоит рядом. Ну, а потом я его ставлю на это самое, на готовлю, а все. Потом его убрала. А, ну, всегда, получается, снимают, когда какие-то праздники, ну, так и получалось. Ведро у нас, ты знаешь, помойные, вроде там свиньи где-то. Ну, все похвалили русская тебя. А как есть люди? Ты смеешься, люди, может, так и думают, когда... Не замечал. Вот в Мелитополе очень часто, я знаю, тетя Валя, так, вы... Выходят, люди не мусор в пакете выкидывают. А прямо в самом ведре. А с ведра, из ведра вот эта вот помойка. Понимаешь, вот это, они это ведро опять же и ставят. Ну, еще и не могут. У нас не так. Я говорю, у Иры там с тобой ведра можно после операционной раны обмывать. Спрашивают, не мерзнешь ли ты в ноги, потому что, говорит, босиком, пол без подогрева у вас, да? Пол без подогрева, да, мы не стали делать подогрев, потому что оно очень дорого выходило, короче, я говорю, пол без подогрева, я не люблю, я в самом... Когда это уже пик холодины, я тогда одеваю носки, там, тапки. Вот, ну, я не люблю, я вообще не люблю одеваться. Это одно. Другое, сейчас полы не холодные, лично для меня. Генка в тапках. Ну, кафе. У нас под нами никто не живет. Ну, такое, мне, как бы, ненормально в носках. Под нами жили, тепло, знаешь, вообще. А мы с вами еще даже никто ремонт не делал. А-а-а. Поэтому, как бы, немножко прохладно. Ира экстрасенсов дивится. Да. Я хотела тебе позвонить, сказать, что с собой, я смотрю экстрасенсов. И мне вчера вас не прочищали за них. А ты не готовила насыпной пирог, то, что я готовил? Готовила. Понравился? Не очень. Не, не насыпнула. Подожди, не, я соврала. Умный пирог. А-а-а. Показалось немножко яйцом, да? Как омлет. Как-то. Или он мне не получился правильно. Ну, у тебя было такое, что тесто с внутри, и внутри как... Да-да. Ну, вот как-то и такой красивый, как вот на картинке у тебя, понимаешь. Ну, вот что-то у меня с ним не сложилось. А-а-а. Как-то так. У нас, ну, не пипа. Не пипа, да. Я говорю, мы же переехали. Я говорю, весна, пока вот это тут все присутствует. Тут лето. Тут пока вот Ирина родила. И я сейчас Али там особо печенька учусь. Ну, понятно. Сейчас очнется зима, начнем что-нибудь выматавливать. Так, Карина, блины есть. Ирина, заворачивайся давай. Мастер-класс? Да. Покажи, где вы. Я обычно несколько захватываю. Ты несколько взяла? Да не один. Ну, положим. Вот так. О! Пришли, все съели. Ага. Вот так. А потом мы из двери. Что-то разделяется на артина вели. Ага. Я сегодня спрашиваю, моете? Я говорю, Диана, люстры. Диана так, мама мыла. Ага. Мама, 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 я и правду сказала. Укла. Правда ты сказала? И честно. Ага, это очень марино. А ты по два раза полыбешь? Нет. Не всегда я сказала. Такая, кстати, у Дианы из люстры камера прикольная. Давай, давай, сейчас будешь и меня убирать. Я на себя капнула. Я на себя капнула. Я уберу все равно. Прикольная. Слоненькая такая. Купи себе. Туда вставляешь флешку, да? И снимаешь сколько угодно. Она заряжается с обычной зарядки. Видишь, как на телефон вот сюда. О, вставляется. Зарядила ее, лампочка загорелась, что она заряжалась. Раз, еще не понимали, я шумно. Даже полный не попробовала. Даже не попробовала? Я тоже не пробовала. Я только все одна поняла.